Малышка Добрый день! Добрый день, молодые друзья и гости нашего района! Мы рады вас приветствовать на районной игре школьных команд КВН! Бурные аплодисменты! И хотелось бы представить вам сегодняшние команды. Итак, лучшая команда по версии жюри КВН экспромта 2021 года, команда школы-поселка Степной Булавки! Участники фестиваля открытой юниор-лиги КВН города Новосибирска 2019 года, вице-чемпионы Кубка главы из Китимского района среди школьных команд 2020 года, команда поселка Терамкомбинат Молоко! Финалисты открытой юниор-лиги КВН Новосибирск 2018, победители КВН экспромта 2021 года, команда школы-станции Есина Ботинки! Финалисты открытой юниор-лиги Новосибирска 2019, победители Кубка главы из Китимского района 2020, финалисты Кубка школьных команд Новосибирской области 2021, команда школы-нумер один имени Федора Ивановича Кулеша рабочего поселка Льёва, плюс и минус! Есть еще одна команда, и она имеет непосредственное отношение к из Китимского району, команда жюри. Итак, встречаем бурными аплодисментами! Начальник отдела молодежной политики администрации из Китимского района, Галина Уланова! Галина Уланова! Аплодисменты! Депутат советных депутатов рабочего поселка Льёва, Денис Кораблёв! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и тяжелая артерия, КВНщики, выпускники, мои, моя гордость! Участница сборной из Китимского района, команда КВН «Ватик» улыбнулся, редактор школьных команд из Китимского района Анастасия Истранкина! АПЛОДИСМЕНТЫ Если мы говорим про Искитимский район, Анастасия, выпускница Льёвской четвертой школы! АПЛОДИСМЕНТЫ Участник команды КВН «Высшей лиги» экскурсия по городу Алексей Прозверов! АПЛОДИСМЕНТЫ И опять же возвращаясь к Китимскому району, Алексей, выпускник гимназии номер один рабочего поселка Льёва! АПЛОДИСМЕНТЫ Участник команды КВН «КТО ПОСКОРИТ» и команды «Высшей лиги» экскурсия по городу Юрий Парфенцов! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а вам, мои ребяточки, удачи! Спасибо! Уходим готовиться! И первым наш конкурс приветствия будет начинать команда КВН «Ботинки»! Всем привет! Да ты задрал! Вон, на входе с охранником уже поздоровались! И вообще, зачем нам здороваться? Нас вон... И так уже все знают! Вот ты, например, и я! Хотя... Или ты... Хотя с тебя что вообще взять? Ладно, сейчас по ходу дела познакомимся! Итак, Давид! Восемнадцать лет! Гордится тем, что у него есть день рождения! Ест раз в день, потому что хватает! Пытается делать стендап, но с английским пока что все плохо! А, я понял! Влад! Восемнадцать лет! Гордится тем, что ему скоро девятнадцать! Ест больше одного раза в день, потому что не хватает! Пытается сдать на права, но как-то ущемляют! Ну, чё, я тебе понял? Миша, следующий! Шестнадцать лет! Семнадцать уже скоро! Не ест вообще, потому что спортсмен! Любимая фраза? Ребята, да вы задрали! Давайте лучше меня отчуды отыгрывать! Пограли! Не очень толковый человек составляет толковый словарь! Ха-ха-ха! 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 Конюшня! Ха-ха! Лошадиная раздевалка! А-а-а! А-а-а! Слепень! Удар от бати в глаз! Занек! Что? А кто такая бечевка? Ну, я там еще носу и называю! Ха! Ну, так и запишу! Бечевка — жена друга! Ха-ха! Начинающий КВНщик на уроке музыки! Сегодня на уроке мы приходим творчество известного мирового композитора! Иоганн! Сибастьян! Дертаньян! Два! Ну, может быть, четыре! Площай, прощай, моя света, я ухожу! В семье верующих металлургов! Во имя свинца, свинка и святого цеха! Алюминь! Прощай, прощай, моя света! Необычный случай воружья на магазине! Все стоять, это ограбление! Да ладно! Ой, ладно, пойду пораздевать, лучше пробегусь! Прощай, прощай! Отец готовит сына к первому свиданию! Сынок, подойди поближе, у меня для тебя есть небольшой подарок! Он мне достался от моего отца, ему от его отца, а мы вообще от прадеда! Это тот самый помидор, на котором все учились целоваться! Ну, пап! Ну, не знаю, у меня хорошо получалось! Гаичница на переезде! Ой, Варь! Давай ты остановишь черную машину, а я белую! Зачем? Ой, да я строю, что-то в шашки-то поиграть! Настя, ну у тебя белый хаммер, ты реально в дамках! Ой, ладно, давай лучше работать! Давай! Капитан Мазуткин, а ваши документы? О, спасибо, я думаю, где их оставил! Мужчина, вы что, гоните? Нет, да деда мне еще далеко! Мужчина, вы что, угораете? Это цены на бензин угорают! Мужчина, вы вообще на что надеетесь? Я надеюсь! А я надеюсь, в этот раз прокатиться и отстоять это ограбление! Да ладно! Ой, пойду по раздевалке пробегусь, что ли? Умирала старая ельсинский дом! Сынок! Я умираю! Йес! Сынок, у нас заканчивается контракт с эстетирским цементным заводом! Не забудь продлить! Да, да, конечно! Сынок, ты же у меня один! А кто все эти люди? Отец, так это, сегодня же суббота! Все из террасы пришли и ждут, пока ты тазик освободишь! О, ну ладно! Дорогие друзья, сегодня у нашего Миши день рождения! Ну а как вы знаете, самый лучший подарок для КВН-щика — это бурные аплодисменты! А я не понял, вы что, мне по 140 рублей скидываться не будете? Ну, давайте Миши хотя бы победу подарим! Команда КВН-ботинки! Спасибо! Командское молоко встречает! Здравствуйте! На сцене команды КВН «Молоко»! Многие мужчины по-любому задавались вопросом, что же происходит в голове у девушки. Мы попытаемся вам рассказать. Я вот, например, на все смотрю с оптимизмом. Мне даже стало казаться, что у меня глаза пропорциональные, представляете? А я в воплощении женской гениальной истерики. В смысле, что ты сказала? Да ничего уже. А во мне совмещается грусть и навязчивые идеи, поэтому мне хочется поплакать под меладзе и маникюрный салон. Ну так вот, нас уже трое! Ну да, не в КВН, так в ручеек поиграем. До следующей идеи примерно на три минуты. К миниатюрам! Я не отдам тебя! Сейчас, чтобы удалить человека из друзей, достаточно нажать всего лишь одну кнопку. Но ведь и раньше люди ссорились. И вот представьте, как удаляли из друзей примерно сто пятьдесят лет назад. Тяжелое. Вообще капец. Девочки, что это вы делаете? А мы Катю из друзей удаляем. А, я не вовремя, ногам потом зайду. Еще раз без стука зайдешь, мы тебе в черный список добавим. Ага. У нас колодец, знаешь, какой глубокий. Я не отдам тебя никому. Представьте, как было снова Санкт-Петербург. Петр Алексеевич! Ну пойдемте отсюда! Ребят, ну че начали? Нормальное место здесь и построим. Я не отдам тебя никому. Прощу любую мою вину. Сквозь только пе... Представьте, если бы в сказке о царе Салтане под елью сидела не белочка, а цыганочка. Еле растет перед дворцом, а под ней цыганский дом. Цыганка там всем в уши льет, за предсказания дань берет. У Азы зубы непростые, есть восьмерки золотые. Коренной, как изумруд, а зуб братья стеревут. Людмила Сергеевна, ну хватит... Да, видели мы удивительное сходство. Ну давайте костюм белочки померим. Ну детский утренник все-таки. Я не отдам тебя никому. Многие из вас знают, что для девочек в жизни важно найти свою любовь. И вот представьте, девушка выбирает между двумя. Блин, ну Сережа, конечно, красивый, но ресницы у него явно длиннее, чем мои будут. А Максим? Ну талия у него тоньше, чем моя. Я на фоне их двоих все равно проигрывать буду. Молодой человек, а вашей маме невестка не нужна? Не для вас куриц мать орла растила. Достойно проиграть может каждый, а вовремя сбежать еще лучше. И вот представьте, команда по игре в цепикованные порвалась. Кем из нас, кем из нас, между прочим, лучшего бойца потеряли? Алин, ты бы еще Петрова выбрала, он вообще под сто килограмм весит, нас бы всех снесло. Что матери-то Максимкиной говорить будем? Заигрался. Ну может это как-нибудь само заживет? Что ты к нему хочешь? Подорожник приложить. Андрей лежал и смотрел холодное небо остро лица. Ого, Максимка, пойдем завтра с гаражей прыгать. Я не отдам тебя никому, прощу любую мою. Представьте, если бы сказочные персонажи мужского пола вели себя как девчонки. Фу, щуку поймал, руки рыбой будут пахнуть. Ведро даже с ферри не отмоешь. Буратино, ты чего плачешь? Да мне батя такой нос выстругал. Пол жизни теперь на ринопластику копить. Ау, я еще и укололся. Блин, Емель, ну это капец. Губы увеличил, Илюша одолеть не смог. Теперь вот так как-то делаю. А получается пю. Это получается я соловей пю. Ну, и что ты сделал? Ну, я не расстраивался, свисток себе купил. И что бы нам хотелось сказать в конце? Как бы мы не пытались вам помочь понять девушку, мы запутали вас еще больше. Просто запомните, что девушку проще принять, чем понять. А с вами была команда КВН Молоко. Заходите на маникюр. Всем спасибо. Команда КВН Молоко и поселок Степой. Так, кто еще против, что я в вашей команде? Ну, я. Вообще, я обновлю. Кто еще? Никто, кто. Так, сейчас ты играешь в мою любимую игру. Кто Максим, тот олень. Тебя как зовут? Максим. Ты олень. А тебя как зовут? Да и я. Тогда ты тоже олень. Не бывает правил без исключений. Буш, моя девчонка. Что? Буш, моя девчонка. Ты слишком маленький для меня. Это тоже олень. Так, я спать. Он спит. Олень, шляпа-то прозрачная. Я устремал, воронили, налевал. Так, самим отюмал, вот и дебил. Ты почему опоздал? В совещании у главы района. Я в курсе, что совещание у главы района. Ты почему опоздал? Да потому что я обнаглел. А теперь говори свои слова. Начинаю. Беологичка на пенсии. Петровна, какой-то странный у тебя рисунок выходит. Тьфу ты, опять хромосомный набор вывезла. Хорошо выходит. Ученые из степного доказали, что одно яйцо заменяет 100 грамм мяса. Данил, 25 яиц. 26. А, кстати, мне пришло письмо от твоих усов. Да? И что они пишут? Мы еще не скоро. Не скучай. Представьте, Владимир Владимирович Путин разгадывает сканворд. Период с 60-х по 80-е годы в СССР. Ага, так и запишем. До. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, тютюк, 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 тютюк. Вы посмотрели миниатюру Анна Каренина в детстве. Герасим, экскурсовод. А вот здесь вот какая-то странная аномальная зона. В ней я говорю-говорю, а когда выхожу... Семья битурента в магазине. Здравствуйте. А сосиски поступили? Конечно, поступили. Вот видишь, даже сосиски поступили. Дорогие друзья, дело в том, что мы в последний раз выступаем таким составом. Максим, реши уйти. Я? Почему я? В команде 9 человек. В зале столько народу. Жюри. А ухожу я. Нет, ну ты сравнил. Не могу же я подойти и сказать. Галина Юрьевна, извините, вы не нужны КВН. А мне ты это говоришь? Так ты мой лучший друг. А она начальник. Теперь тебе терять все равно уже нечего. Так что нашим девчонкам и девочкам из других команд подари что-нибудь на память. Музычку. Ну торты, так торты. Команда КВН Булавки. Спасибо. Спасибо. Бурный, бурный, аплодисменты. Плюс и минус. Рабочий поселок Ленёва. Мы вам не ку-ку, а команда вся на стиле. Это КВН играет весно в мире. С Ленёвым мы живём так себе архитектура. Ручку я пою. Масква тесная датура. Максим, ну какая ещё ручка? Ты что, за всем выступление хочешь испортить? Да ладно вам. Всё идёт по плану. Привет, Искитимский район. Мы в КВН не первый год, но кто, например, был в Коме? Ну, в республике Коме. Именно для этих людей мы сейчас и представим наших участников. Это Александр. Понятно, он хочет, чтобы я его объявил. Итак, субъективный список, плюсы быть яйцом. Во-первых, не надо мыть голову. Во-вторых, люди ценят то, что у тебя внутри, а не снаружи. Ну, а в-третьих, с мазиком зашибись. А это Дмитрий. Он как разработка Сколкова. Вы знаете о нём ровно столько же, сколько и о разработках Сколкова. А это наши девочки. А не просто персонажи, которые скажут одну фразу и будут сидеть за кулисами. Да, мы не такие. А теперь мы пойдём на марш феминисток отстаивать наши права. Всем привет. Я вернулся с марша феминисток. Привёз вам подарки. Тебе вот лишний вес. Тебе нервис к мужчинам. А у вас и так всё есть. А вам, зрителей, я принёс... Микро-юмар. Пам-пам. Ангел-хранитель стережёт судьбу Джигурды. Сам справится. Пам-пам. У диджея появился лысый друг. Тю-ку-тю-ку-тю. Пам-пам. Маленькой тётке на день рождения подарили пони. Хе-хе. Кобыла какая. Пам-пам. Инопланетянин объявляет первый раунд сумо без гонга. Пю-ю-ю-ю-ю-ю-ю. Пам-пам. А сейчас хотелось бы обратиться к Александру Владимировичу. Наш дорогой звукач. Поддай газку, мы начинаем. Шаг, 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 шаг. Представьте, если бы поезд заводили с толкача. Это у меня что, получается, билет пропал? Эй, погодите меня! В сказке «Колобок» что-то пошло не так. Бабушка, бабушка, а почему я багет? Наверное, потому что мы французы. Маг на битве экстрасенсов случайно выпустил «Файрболл». Это что, получается, человека в багажнике искать не надо? Урок физкультуры ведет очень маленький физрук. Итак, сегодня мы выполняем новое упражнение. Приседание. Раз, два. Ну не на меня же! Неудачная охота на крокодила. Сумочку ты захотел, да? Только чай габан. А то, что я в кафе сижу, на Красном проспекте, аниматор Сережа, в 70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70. Тебя это не смутило? А это я с собой заберу. В конкурсах пригодится. Искитинский тюз в кабинете главного режиссера. Коллеги, у нас внештатная ситуация. Через 10 минут спектакль, а у нас украли репку. За что тянуть будем? По золоте ручку я, Хантовы, всю правду расскажу. Яна Сергеевна, выйдите из образа. И вообще, где вы такого персонажа в репке видели? А что вы глаза отводите? Поделуй себе репку, на закрутке забрали. Извините, я опоздал. Вы кто? Я? Я мышка. А где предыдущий актер? Ну, видимо, за жучкой. Денис Сергеевич, а вы-то что смеетесь? Вы отвечаете за реквизит. А что я там? Я здесь больше не работаю. Тогда идите и ответьте хоть за что-нибудь. А может быть, кого-нибудь другого тянуть будем? Яна Сергеевна, не нужно намекать на своего сына. У нас в Тюзе свободных вакансий нет. Слышали третий звонок? Идите на сцену. Ну, хотя бы КВН людям покажите. А что хотелось бы сказать в конце? Такое замечательное выступление. Такое замечательное жюри. Такая замечательная публика. Команда КВН плюс и минус. Спасибо. Спасибо. Команда КВН плюс и минус. Рабочий поселок Лидово. Я приглашаю команды на сцену. Ботинки, Пуловки, поселок Степной. Молоко, поселок Лидар-Конбинат. Ну и плюс и минус. А у жюри у нас есть микрофончик? Отличненько. Ну и пришло время нашего очень любимого конкурса. Давайте послушаем кричалку от Степного. Вы супер, Степной лучше всех. Я прокричала вашу кричалку. Мне аплодисменты. Всем привет. Вы большие молодцы. Давайте с вами попробуем ответить на музыкальный вопрос. Я готовилась сейчас в процессе. Думаю, что же вам такого спеть интересного. Я знаю точно, невозможно и возможно. Продолжите, пожалуйста. Вот такие у нас 30 секунд затеивали. Не как обычно. У нас нет в Искитинском районе часов. У нас опасные песни. Думаю, криминальный район, что говорит-то. Особенно Ерсина. Началось. Максим, пожалуйста, продолжи песню. Я знаю точно, невозможно и возможно. Забыть Тузину из столовки невозможно. У нас как нет, они видела. Это были плюс и минус. Ботинки. Да. Я знаю точно, невозможно и возможно. Ну, не знаю, я как-то через кассу пронес. Улавки. Я знаю точно, невозможно и возможно. Данилу клеится к девчонкам, уже можно. Ну, мы введите в визитку, че? Нет, нет. Аплодисменты команда. Денис Кораблев. Ну, я по традиции уже заверну. У меня готовый ответ. Это фиаско, братан. Че, через кассу не пронес? Это фиаско, братан. Не зря криминальный район. Есть, молодцы. Что будет, если скрестить фиалку с хаской? Это фиаско, братан. Молоко, у них все написано? Ботинай. Хочу сказать, что футболки, которые сегодня у молока, у булавок, я говорила, и ботинки тоже когда-то, наверное, себе сделают футболки, это на подарочные сертификаты от наших спонсоров. Потом озвучи. Кать, ты опять накосячила? Ну, это звукачный. Это фиаско, братан. Аплодисменты. И команды благодарят за подарочные сертификаты для изготовления футболок. Алексей Сергеевич Петров и Денис Сергеевич Гораблев. И тоже заочные аплодисменты, хотя Денис Сергеевич не в нас сзади. Первая школа. Максим, это школьник, да? Разгадываю кроссворд. Время в СССР от 50 до 60-х годов. Шесть букв. Фиаско. Братан. Подходит. Аплодисменты. Ребята, всем привет! Хей! Класс вообще, давно не был на КВН. Кстати, с Днём России всех! Ребята, с праздником! У всех такой подготовленный вопрос. У меня тоже будет вопрос, но он будет с предысторией. Я давно не был на КВН, и даже уже не знаю, как называются команды. Оказывается, вот так. Булавки, молоко, ботинки, плюс-минус. Мы назывались «Экскурсия по городу». Мы просто придумали несколько разных названий. И у нас была голова крысы. Не настоящая, не подумайте. Ростовая на голову, которая надевается. Мы положили туда все названия. И просто у преподавателя спросили. Ну, вытащите, пожалуйста. Она вытащила, и мы назывались «Экскурсия по городу». Почему вы так называетесь? Рост. Сразу видно, КВНщики. Мне кажется, они не думали, когда назывались. И открыли холодильник. А, вот хорошая бутылка, пусть будет молоко. Нельзя же искорён называться. Ботинки. Сейчас узнаем, почему. Девчонки, команда КВН «Молоко». Почему вы называетесь молоко? Мы просто очень домик в деревне любим. Молодцы. Смотрите на первую школу. Сначала стояли здесь. Уходят, уходят. Сваливают сразу минки буквально. Вот больше всего интересно. Булавки. Почему вы называетесь булавки? Ну, там случайно вышло. У нас не было головы крысы, а была в кармане только одна булавка. Команда КВН «Плюс-Минус». Почему вы так называетесь? Ну, у нас команда делится на феминисток и этих. Блин. Совсем. Плюсы? На феминисток и плюсы. Не, те минусы. На феминистке плюсы, да. Это Максим Колесников. Первая школа. Человек, которому буквально во вторник поступать в Новосибирский колледж культуры и искусства. Удачи тебе, удачи. Поэтому, Алексей, ему понадобятся твои советы. Да. Ботинки? Почему вы называетесь ботинки? Ну, у нас просто в команде все часто переобуваются. Хотя нет. Хотя да. Аплодисменты. Галина Уманова. Слушайте, у меня очень простой вопрос. Что делать, если ты не понимаешь КВН, и тебя посадили в жюри? Началось. Что делать, если не понимаешь КВН, и тебя посадили в жюри? Улыбаемся и машем. Что делать, если не понимаешь КВН, и тебя посадили в жюри? Ну, это фиаско, братан. Я уже опасаюсь. Максим улыбается там, так стоит. Я уже прям боюсь даже. Максим, что делать, если не понимаешь КВН, и тебя посадили в жюри? Да, мы тоже не понимаем, что вы тут делаете. Я просто боюсь, что сейчас в криминальный район выйдет, что скажет так вообще. Давид, вы будете отвечать за свои слова и поступки? Давид, что делать, если не понимаешь, в КВН тебя посадили в жюри? Ну вот мой брат тоже этим вопросом задавался, когда в тюрьму его посадили. Тоже не понимал, что делать. И остался еще вопрос Юрии Паркинцову, аплодисменты. Ребят, привет, с Днем России еще раз. Вот День России сегодня мы отмечаем 12 июня. А если бы вы сами выбирали дату, в которой будет отмечаться день вашего поселка? Какую бы дату выбрали вы и почему? Хороший вопрос. Максим что-то уже придумал, я боюсь уже. Я хочу поблагодарить всех директоров школ и организаторов на местах за всестороннюю поддержку и полным командам подготовьте ко всем играм. АПЛОДИСМЕНТЫ Какую дату вы бы выбрали в качестве дня вашего поселка и почему? 1 апреля. Ну, в целом, смешно. АПЛОДИСМЕНТЫ В целом, реакция одна и та же от праздника. Спасибо! Какую дату вы бы выбрали в качестве дня вашего поселка и почему? Ради дня поселка я готов праздновать весь год. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Молоко, какую дату вы бы выбрали в качестве дня вашего поселка и почему? 1 января. Работать не надо, и два повода. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да, давайте. Какую дату вы бы выбрали в качестве дня вашего поселка и почему? Ну, я думаю, 10 августа. У нас просто там яйца бесплатно раздают. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 командам за разминку! Жюри за вопросы! Умиграем! Готовится! Мегом-мегом-мегом-мегом! О, здорово, Серега! Тебя не узнать! Так ты не узнал, я Миша. Ха, ну тогда ещё раз здорово. Оп! Ха! Давид, ну ты совсем не изменилась. Тебе как в первом классе эту рубашку на вырос купили, он до сих пор не вырос. Ой, а ты-то что? У тебя, Мадди, до сих пор на звонке стоит. Ё-моё, мама звонит! Да ты хуй знаешь, с кем ты разговариваешь? С кем? Ещё вчера я был простым танцистом. Теперь я стал водителем министра. Купил я тачу та же ламборгини. Жене хотел купить бикини. Купил сюрприз! В паре у сто на двести сорок. На море шторм. Звернула Галя прямо с горок. Это чё та Галя, которая в столовке на двух стульях сидела? Ну да, она. И что? Зато я счастлив. Галю. О, Карина, наша отличница. Чем занимаешься? Я, как и наша Наталья Геннадьевна. Ха, химку делаешь? Я учитель математики. Моя зарплата девять триста сорок. И сыр по тридцать восемь слишком дорог. Хотела стать певицей и описать, но голос мне не позволяет. Петров, к доске! Кому я это объясняю? Карина, Карина, успокойся, всё хорошо. Всякое в жизни бывает. У меня вообще свой бизнес. Агентство открыло по исполнению желаний Светланы. Аня, почему Светлана? Ну, понимаешь, на этом месте раньше был магазин Светлана, парикмахерская Светлана, кафе Светлана. Мне яйца традиции придумала, а не мне её нарушались. А чем ты хоть занимаешься? Да ничем, вот и П открыла. Вчера человек приходил, помогла ему краешек от скотча найти. А я вот так чаш дужать умею. Слушай, так у нас может быть многопрофильная компания. Ребята, что-то тут жарко стало. Может, окно открыть? Не поможет, потому что с вами генеральный директор Евсинской птицефабрики. Настоящий джентльменский аж. Дикий! Дикий! Кинтилентусик! О, Владос, это чё такой деловой? Так я ж директор. Работаю я в женском коллективе, В коллективе Подумать можно, будто я в малине Кудакте целый день И те и эти Загурят все Ведь я в ответе Да Помню Кстати, жюри, я сегодня к вам не с пустыми руками У меня для вас есть небольшой сюрприз Людочка, распорядитесь Владислав Алексеевич, давайте быстрее Вам еще сегодня цыплят крестить Ну, с Богом Давид, а ты чего молчишь? Кем ты стал? Да я КВНщик КВНщик Мне что, одному не сказали Эту заветную фразу Ты же КВНщик, пошути Я что, зря все архивы пиатлона распечатывал Да вы хоть понимаете, что такое Для КВНщиков КВН Сколько труда уходит, чтобы написать ту шутку Которую вам же потом и пошути А жесткая и справедливая редактура Да, Ольга Ивановна Репетиции А работа с микрофонами Выступление И, наконец, бурные аплодисменты Дорогие наши друзья Хоть в школе мы отличниками не были Здесь на медаль идем Мы в первом классе знали, где мы станем Не думали, что в КВН сыграем Пожарный товар, президент, актриса Все в жизни может пригодиться Ты лей в себя Закончик лет и стать юристом Ищи снега Играй красиво Будь отистом Поверь в себя Команда КВН, братинки Ё-моё Мама, сколько Спасибо А мы встречаем бурные аплодисменты За своим музыкальным сюжетом Команду КВН МОЛОКО Современная школьная программа Настолько сложная И для того, чтобы хоть как-то запомнить материал Дети вынуждены спать на учебниках И вот вы представьте Всю эту карусель в голове у ребенка ночью Красная шапочка вышла из бла-бла-кара Который двигался со скоростью Челябинского метеорита Еще одна беда на голову словилась Петров, ты куда меня привез? Мы с тобой в последний раз вообще в пятом классе виделись А ты че злая-то такая? Да, я вчера восемнадцатилетие свое отмечала Ну и что? О, мне восемнадцать лет Теперь иду, иду, иду я в банке продолжать Свой банкет в печь Мать выгнала меня Теперь вся та пигня Ну, в общем, квартира и взрослая жизнь Ого, а вас-то как сюда занесло? Да мы не знаем Нас вообще соседскому ребенку читали Какой миленький поросенок Я не поросеночек, дамочка Ах, ты свинья Я не свинья, я кабан Ну спойте хоть что-нибудь, ни одной же мне позорится Если долго-долго-долго Думать об одном и том же То так очень-очень просто Можно и с ума сойти А-а-а А что, водород? А-а-а Мари-бан Да не ругайте А-а-а Заметая на улице Перечто Ай, трудовик по пальцу попал Да, в голове у соседского ребенка, конечно, поприятнее было Ну ладно, пойдемте, дядюшка Мокас А то мы еще на мортике по карусели опаздываем Ваня, вставай Я на работу пошла Не проспи школу И курицу разморозить не забудь Ваня, я тебя умоляю Давай ты хоть раз проспишь У тебя такой кошмар в голове Уж кто-кто, а я-то знаю А-а А я вас знаю Вы же этот агрессивный Не-не-не-не Свирепый Тоже не то Грозный Спасибо Заю Пока бояре в тюхи выют ряль Мои бояре мне заплатят дань Дай Дай Это антиквариат, не обращайте внимания Сейчас починю А, стой, стой, погоди Давай сыграем на пауцарство Меня мать из дома выгнала Мне жить реально негде А бабка возрастом такая же, как и ты Да у меня у самого полцарства осталось Я дуб в желуде проиграл Здравствуйте А сегодня мы находимся на карнавале В замечательном городе Рио-Дейскитим И мы оставляем эти сто рублей Ну почти сто рублей По адресу Пушкина По адресу Пушкина Ладно, потом перепрячу Слушайте, время уже семь часов А Ваня до сих пор спит Может уже разбудим его? Ваня, вставай И что бы нам хотелось сказать в конце Вот видите, что бывает, если готовишь А к экзамену за ночь Поэтому готовьтесь заранее и делайте выводы А с вами была команда КВН Молоком Всем спасибо Здравствуйте Свой музыкальный сюжет мы хотим посвятить нашим мамам А точнее, познакомить вас с любимыми песнями наших мам Мам, как и договаривались На ножах, на ножах, ты моя сердце и душа На ножах, на ножах Наташа, мы вашу тебе песню ш мам поем И что, я с луровца, я тебе пасай Мам, ну папа же сказал, что получит зарплату И купит тебе новые сапоги Только чашка супа на столе Мать сварила его мне Вкусно Двух шатев убил И песню спел И суп мамин похвалил Молодец Че, опять на косячек Да? Я одинаковый прорега Любника со мной Данил, ты только в третьем классе И что? Это не мешает мне любить творчество Валерия Леонтьева Ну хорошо А какая любви у меня с твоей мамы? Так это одна, это же песня Так я с от своей матери Максим, и при чем здесь твоя бабушка? А когда пять минут назад Все за кулисами хомячили пирожки Ни у кого не возникло вопроса Максим, при чем здесь твоя бабушка? Ребята, давайте не будем ссориться Нам нужно красиво закончить выступление Максим, а пирожки были реально вкусными Спасибо твоей бабушке Вещи с дом Мне тут приснился Что на сцене выступает У нас всех здесь обыкает А власть нет и нам Я назову планету именем твоим На вершкетах Ольга Лена И как батюшка Стамин Я назову планету именем твоим Команда КПУЭФ Тигурные аплодисменты Команда КПУЭФ Плюс и минус Звукачи готовы? Петер Первый был обыкновенным человеком И как у всех обыкновенных людей У него был день рождения Только не все знают, как он проходил Все готовы? Да! Кажется, царь приехал Царь? 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 Царь! 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 Возьмите флайер! Так возьмите мушку! В Европе сейчас там модно! Праздник начинается! О! Посмотрим подарки! Кунсткамера! Кунстфотоаппарат! А это что за черный ящик? Это царь-батюшка-бордовой самописец! А, ну он нам, конечно, пригодится, да! Танцы! Петруша, а шведы-то уже под абсентом? Может быть, под Полтавой? Да точно тебе говорю, под абсентом! Пойдемте, я вам кое-что покажу! Сударыня, я предоставляю вам право первое наступить не на ногу! Спасибо, это так благородно! Они не знают, что у меня популярный паблик во Вконтакте! Царь-батюшка, царь-батюшка, вам сюрприз! Смотрите! Отчего так в России березы шумят? Отчего было скольнее все? Так, стоп! А ты из этой березы корабль построить сможешь? Естественно! Вот такие люди нужны государству! Пройдемте! Вот картошка! Царь верил, чтоб ели! Такое есть невозможно! А давай ее в тайне от царя в землю зароем! Пусть этот проволочник жрет! Давай! Через час в России появились стартапы! Аликсашка, а где мой праздничный торт? Царь-батюшка, тут такое дело! Сначала нужно было испечь торт, а потом туда девку засунуть! Сделай же! Царь-батюшка, к вам люди с поздравлением! Граф Пушкин! Царь-батюшкин! Это всяким тебе посвятил я, оказалась поэма фигня! Ее дети проходят в школе, ненавидят за это меня! Капитанскую дочку лучше! Я тебе сейчас подарю детки книжек намного лучше! Как мужик, тебе говорю! Детки книжек намного лучше! Как мужик, тебе говорю! Какая-то баба! Мне приперлась без приглашения! Просто очень хотелось пожрать! Я тебе принесла открытку! Не успела ее подписать! Доставайте вилки и ложки! И несите нож по скалебатам! Потому что минут через двадцать мне на следующий юбилей! Потому что минут через двадцать мне на следующий юбилей! Мы все тоже в школе учились! У него по истории два! Чтоб плохого не получилось! Вы запомните навсегда! Если вы наяве пойдете И придется писать про Петра Вы не верьтесь всем этим фактам! Это полная ерунда! Вы не верьтесь всем этим фактам! День рождения у Петра! Команда Плюс и Минус! Спасибо! Команда Кэм Плюс и Минус! Я приглашаю с вами команды на сцену! Команда Кэм Молоко! Поселок Иран Комбинат! Команда Кэм Ботинки! Станция Ельцина! Команда Кэм Булавки! Команда Кэм Булавки! Ваши бурные аплодисменты! Пока жюри совещается! У нас есть с вами возможность! Есть желающие вопросы в зале ребятам! Возможно мы подарим... Не знаю... Ничего наверное... Открытку! У нас есть ответка, которую мы не успели подписать! Есть! Жюри быстро у нас там подписывает! Все готово! Молодцы! Да? Нет, не молодцы! Есть вопрос! Дай из зала! Отлично! Да! Есть вопрос! Вот кого хотите поблагодарить, пожалуйста! У вас есть сейчас возможность! Владимира Владимировича Путина! За наше счастливое детство! Александра Васильевича Маслякова! За кого... За их другом вы! Кого хочешь поблагодарить ты? Катя! Огромное тебе спасибо! Ты лучшая! Молодец! Вот так мы командуем Булавку благодарить своего звукаря! Поехали! А кого хотите поблагодарить вы? Ну, разумеется, мы хотим поблагодарить Ольгу Ивановну! Потому что в последний момент именно она помогла нам с костюмами! Также мы хотим поблагодарить первую школу! Потому что именно там мы собираемся! И также мы хотим поблагодарить ДК поселка Керамкомбинат! Просто так! За то, что они молодцы! Аплодисменты! Вас! И вы молодцы! Криминальный район выходит! Готовьтесь! Здорово, отец! Здорово, отец! Кого хочешь поблагодарить? Я хочу поблагодарить бабушку Степнова! Пирожки реально вкусные! Аплодисменты! 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 Я хочу в библиотеку еще раз везде, где много молодежи! Я стараюсь вставать и говорить, что я заведующий библиотекой! Ребята, библиотека! Библиотека! В смысле читайте больше вам намек! Нет, сегодня дважды Льва Николаевича вспоминали! Отлично! Я заметила! А хочу спросить, чем библиотека может быть полезна КВМ? Ну, например, чтобы, типа, тумба не качалась книжку взять! А вот и мне... Спасибо тебе, дорогие! Спасибо! Библиотека может быть чем-то полезна КВМ? Конечно! Без библиотеки вы бы никогда не увидели миниатюр про Герасима и Каренину! Аплодисменты! 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 Я хочу сказать, что на КВН-экспромте булавки именно во всех конкурсах импровизация были самые сильные, самые лучшие! Это сегодня тоже было видно! Аплодисменты! Аплодисменты! Я просто боюсь, что если Данил вырастет до такого же роста, как Максим с Сашей, а Данил это вот красивый маленький мальчик Данил, помаши ручкой всем! Молодец! Они красивые! Вы очень красивые! Вы самые лучшие! Я не могу так говорить, там ботинки рядом, я потом отхвачу в криминальный район! У нас в этом году, несмотря на то, что многие конкурсы были онлайн, наши ребята участвовали во всех конкурсах, и Давид Клюнг, Давид, выйди помаши ручкой, стал победителем в конкурсе «Запиши голосовым», вот так вот он сейчас вам что-то запишет! Юрьевна, чем библиотека может быть полезна КВН? Ну, если б не библиотека, там миниатюр бы не было, и в КВН вообще играть неудобно было бы, и вот это все! Я тоже так думаю, спасибо! Чем библиотека может быть полезна КВН? Вот знаете, на прошлых играх всегда стоит стойка с микрофоном, и я до нее никогда не достаю! Ну, как-то так! Книги выручают! Они с собой беру ее сразу с копочкой, стою, но и нормально! А я хочу похвастаться, я научилась шить! Мне это не знаю зачем пригодилось, но пригодилось! Я за ночь шила жабо, Саша, выйди продемонстрируй, я швея! Вот так, если к чему, обращайтесь! Все, ребяточки, есть еще вопросы, давайте! Я могу задать еще вопрос, если... Давайте! А кто вообще помнит команду КВН-экскурсия по городу? Мы же лет пять, наверное, не играем! А быстро расскажу, кто чем занимается! Саша Шнайдер у нас... Он играет сейчас в другой команде, в девчачьей... Он просто похудел на 20 килограмм, и с нами больше не справляется, перешел на девчонок, оскорбление теперь! Работает в такое кино-шоу на ТНТ! Серега Лисовой у нас... Высокий самый в команде, он работает в стендапе! Он все время молчал, поэтому сейчас решил высказаться! Робка, толстенький, работает на свадьбах, на корпоративчиках, любит поесть просто, вот поэтому устроился! Я делаю игры разные, мобильные! А Леха Кулаков у нас, который усатый, он работает... Какие-то стримы ведет! Про него шутку не придумал, про него всегда шутки плохо писались! А чем вы будете заниматься, когда закончится КВН в вашей жизни? А чем ты будешь заниматься, когда закончится КВН? Ну уж печен, КВН вечен! Алина Коварева, команда КВН Малако! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готовы? Мы готовы, да! Мы на аплодисменты! Мы приглашаем жюрина Уланова! Алексей Прозверов! Юрий Паркинцов! Ваши бурные аплодисменты! А где-то у нас были красивые торты! Так, ребята, еще раз всем добрый день! Вас не так много, но это очень классно, что вы здесь все! Давайте поаплодируем командам! Мы были классные КВН на самом деле! Очень-очень-очень классная была разминка! Мне очень понравилась, действительно очень смешная! Так, редко такое бывает, когда в КВН сейчас смешная разминка! Так, у меня дипломы! Первый диплом за участие в команде КВН Малако! Девчонки! Держите! Еще и сладкий приз вам! За третье место! Давайте поаплодируем команде КВН Брумар Кирш! Брумар Кирш! За второе место команда КВН Плюс-Минус! Девчонки! Девчонки! И первое место, ребята! Команда КВН Патинский! Девчонки, ребята, получите! Добрый день, друзья. Замечательная была игра, замечательная была разминка. И сегодня вот в номинации лучшая шутка у нас победила как раз шутка из разминки. Команда плюс и минус. Ответить так чиновнику мы тоже не понимаем, что вы здесь делаете. Было очень смело, но очень смешно. Поздравляю. И лучший актер игры Данил из команды Булавки. Спасибо большое. Вы супер, замечательное выступление. Всем еще раз добрый день. С праздником. Можно музыку поубрать? Спасибо командам. Я Евсина. Ботинки ваш большой поклонник. У меня сегодня подарочный Смайл Сити. Я бы с большим удовольствием в ботинке вам отдал сертификат на 2000, но Данил. Сегодня, Данил, ты лучший. Одна просьба. Смайл Сити находится в Ленево и сертификат надо использовать в течение месяца. Так что ждем в гости. Остальных сертификат на 1500 ботинки вам. Плюс и минус. И, конечно, молоко. Вам тоже сертификат на 1500 девушек. Ждем всех. Спасибо большое. Друзья, я хотела бы вас еще раз поблагодарить за сегодняшний праздник, ведь именно вы подарили нам ощущение этого праздника. Я хочу сказать огромное спасибо тем, кто выходил на эту сцену, возможно, в первый раз, а, возможно, уже и в десятый и больше. Надеюсь, что каждого из вас мы еще увидим не раз и на КВН, и на других мероприятиях. И пусть сегодняшний праздник останется в вашей душе. Ну и с победой, ботинки. Жюри за объективные оценки командам за игру. Я вас всех люблю. Спасибо, до новых встреч. Давайте общая путь. Снова будем ждать мы, будем ждать мы с нетерпением свечи. Это значит юмор, значит юмор не опустит вак. Это значит будет, значит будет долгожданный вечер. Вечер, где мы снова, где мы снова повторим. Субтитры сделал DimaTorzok